вода вот ну и по итогу через месяц ты будешь просто собирать руины своего бизнеса просто хозяин выключился на месячишка вот предпринимателя не бывает свободных денег его деньги бывают в обороте оборот бешеный у меня оборот есть сейчас столкнулся при закрытии бизнеса дебиторские задолженности то что было в обороте когда надо это все остановить ты понимаешь что ты должен как земля колхозу и все всегда говорят про обороты я спрашиваю про прибыль прочистую сколько тебе и сколько вытаскиваешь и большинство все они кормят кормят этого волка постоянно да то есть и причем многие даже не лезут считать что-то потому что там страшно будет поэтому лучше там это голову там песок очень нет считать не полезу ну его нафиг там эти финансы там управление и так далее но за задница на наружу вот и как бы там периодически ей кто-то пытается воспользоваться а если прилетают какие-то неконтролируемые ситуации какие-то фокапы то есть когда вроде как ровненько все хорошо как только там вышел какой-то дебил там с кривыми руками там не знаю закосячил станок закосячил голову например засушил стоит она полмиллиона как быстро и можно купить на какой-то оборудование сейчас быстро что-то невозможно купить условно у тебя условно есть заказ клиент готов платить но короче абориген какой-то что-то закосячил можно взять как бы специалиста да ему платить надо много в связи ищется баланс сколько платить на сколько цены иногда проще обучить можете когда спрашивал почему ты почему ты не берешь продажников с опытом как бы но продажники с опытом они охреневшие им платить да мы тут можем как это предложить стать звездами людям которые вчера там еще нож ногти пилили где-нибудь там салоне красоты просто общительная девочка может что-то с него получится ты такой уже становишься таким продюсером короче людей помогая им освоить как бы новые профессии давайте идем дальше ну и акцент еще 75 процентов предпринимателей зарабатывает до полутора тысяч долларов в месяц сто пятьдесят тысяч потолок в среднем сотка в нашем городе теперь смотрите есть ниши для бизнеса где в принципе крутятся большие деньги то есть это банковская сфера там нефтегаз стройка недвижка ритейл то что сейчас перед вами на списке телевидение логистика айти автоперевозки большая мода большой спорт индустрия wellness что со здоровьем связано там салоны красоты там салоны там какие-то салоны салоны и так далее как бы ископаемые как бы сельхоз навоз всякие рестораны бизнес и так далее но во всей эти сферы есть порог входа если мы возьмем любую нишу и пойдем вот по этому списку сколько нужно денег для того чтобы открыть например свой банк 1 миллиард рублей это только уставный капитал это еще помимо там о помимо помещения аренду заплатить будет за год поэтому как бы точно не наш вариант вы такие вы сейчас уже можете начинать по шкуре покупать себя по карманам и по центру не завалялась не отключал звук не нормально нормально нажимая всякими частями тела далее идем дальше там открыть нефтегаз давайте самое маленькое что вы сейчас даже не говорим про какую-то нефтяную компанию что вы там где-то в степи найдете нефть вы откроете просто для того чтобы открыть автозаправочную станцию вам потребуется где-то от 7 до 15 миллионов рублей и вам нужен еще хороший такой контакт с нефтезаводом чтобы вам дали квоты чтобы у них могли брать продукцию переработку штамка бы есть уже контакты договора и так далее дальше сдавать допустим недвижка да то есть самая фонарная как бы самое фонарное что может быть это ну там сдавать недвижимость в аренду в посудку там в длительную неважно сколько стоит квартира там сейчас дальше презентации у нас будет выбрали для примера я брал для примера квартиру новосибирске среднем за 8 тысяч за 8 миллионов рублей то есть это получается сколько там 80 долларов и выбрали квартиру и выбрали квартиру в москве стоимостью 20 миллионов рублей или 200 тысяч долларов вот это это стоимость то есть для того чтобы сдавать например за тысяч там 100 150 квартир в москве вам нужно быть 20 миллионов всего 200 тысяч долларов и вы вошли в этот бизнес зарабатывать вы будете сто сто пятьдесят тысяч рублей тысячу полторы тысячи долларов если честно бизнесом это сложно можно назвать создавая одну квартиру ну что вы там будете что в этом бизнесе что в этом бизнесе делать раз мне раз в месяц квадрата принимать но в чем бизнес там нужно там качки вытирать там постель стирать после тех кто выехал не знаю там уборка там но и прочие прочие вещи поэтому и порог входа тоже то есть в этот бизнес просто даже даже минимальный кластер который нет есть конечно там люди кто такие оборотистые кто берет квартиры в субаренду снимает на месяц потом сдает там по сутки но это еще мышиная возня я знаю несколько человек этим занимается но удовольствие большого от этого бизнеса не не испытывают что там у нас дальше там большая мода большой спорт ну давай смотрим зеркало смотрим сколько нам годиков и смотрим где большая мода и большой спорт и где мы звездами спорта и большой моды вряд ли мы уже станем конечно есть конечно у нас конкурсы красоты кому за пятьдесят там королев королев выбирает так далее но по мне это с точки зрения бизнеса может быть как бизнес да но это такая пара олимпийская история вот потому что все таки красота мода и так далее все таки она она больше ассоциируется у людей в голове с молодостью и красотой кб да поэтому здесь мы тоже не можем зайти что там у нас там дальше ритейл страховая компания вы тоже много денег надо ископаемыми заниматься тоже много денег надо там на технику на ну короче там просто туда даже туда ходи вообще не ходите сельском хозяйстве можно стопудово просрать деньги это я могу сказать на своем опыте дальше ресторанный бизнес тоже там минимальная кафешка это будет но миллионов 10 данный момент 100 тысяч долларов начать вот и скорее всего закроетесь в первые полгода это я могу сказать как антикризисный управляющий сфере ресторанного бизнеса вот и поэтому по большому счету все темы которые сейчас есть там финансовых рынков и так далее то есть нужны либо мозги либо деньги и мозги либо деньги и мозги и еще и специалисты вот и одним словом поэтому так вот с двух ног ворваться в какую-то историю ну просто не получится вот скорее всего вы войдете вот эти вот там 80 процентов тех кто выживет точнее не выживет в первый год и поэтому когда ты закончишь любую историю нужно задать все вопросы то есть какой порог входа в эту тему сколько денег нужно и если не у тебя что-то вообще об этом знаешь как ну насколько ты по шкале от 1 до 10 владеешь информацией вообще платы лезешь насколько ты можешь объективно и адекватно понимать что тебя ждет дальше какой у тебя есть капитал потому что если капитала своего нет то есть это либо заемный капитал в банке да например но ты там будешь еще как земля колхозу должен к бы ну либо тебе нужно будет с кем-то договариваться и и в свое и в свой бизнес вы которую там ваши детище там вы его там будет возможно там рожали в мухах вы просто будете вынуждены принять какого-нибудь человека левого ну просто у кошелек и ушки вот как бы но у него деньги есть вот и поэтому то есть вы в свое детище просто запускаете человека который говорит а я пока пока все свое не выведу я него что вкладывать больше не буду вот мы вложились я хочу доить эту корову а вы хотите ее развивать вот и вот у вас уже конфликт как бы уже на начальном этапе один очередь я хочу выводить другой я хочу развивать по итогу больше половины бизнесов разваливается из-за именно изнутри когда не налоговая приходит не государства просто партнеры не договорились но либо поменялись поменялось поменялись какие-то обстоятельства вот дальше как бы какое время нужно на то чтобы хотя бы это вышло в окупаемость и где что вас ждет в качестве последствий если у вас не получится насколько вы сразу попадаете денег за сколько вы можете реализовать то оборудование возможно вы там за это время уже спустите весь твой бюджет на рекламу там нас там знаете очень бизнес очень много бизнесов это это стол стул девочка то есть ну то есть принципе ну там компьютер там и какой какая-то услуга вот и принципе все деньги которые вы отдаете это заработные платы и аренда и когда ваш бизнес подходит концу вам даже продавать особо ничего ну девочка уйдет сама девочку продать не получится останется стол стол там душный компьютер и в лучшем случае вы там процентов 10 если вы заберете от того что вы туда прикопали это будет очень хорошо идем дальше итак давайте немножко поговорим о недвижимости в принципе более или менее нормально двушка это 50 квадратов причем по моему мнению это от 50 квадрат вот и соответственно то есть у нас на данный момент стоимость квадратного метра в москве 391 тысяч рублей вот а например в новосибирске 159 тысяч то есть грубо москве квадрат стоит почти 4 тысячи долларов а в новосибирске сколько там 1600 то есть и того как бы квартира в москве почти 20 миллионов квартира в новосибирске 8 миллионов и вот мы сейчас дальше будем дальше мы будем сейчас рассматривать вот эту историю что у нас там что у нас там по цифрам давай следующий слайд если честно я уже никогда не вел презентации хочу посреди города прям и так ипотека новые реалии что есть сейчас во-первых ранее 70 процентов людей покупали все недвижимость в ипотеку 70 процентов покупателей с кредитными средствами это кто-то там продавал что-то свое например добавлял денег покупал что-то другое но хочу одним словом то есть 70 на 30 примерно было распределение что сейчас ждет рынок ипотеки ну первое сейчас первоначальный взнос практически во всех банках стал минимум 50 процентов если вы хотите купить что-то за 20 миллионов вам надо 10 если вы хотите что-то купить за 8 миллионов вам на четыре месяца их а ну а я думаю что квартирный вопрос кого он у всех есть и вообще квартира такая тема знаете даже если одна есть было бы неплохо иметь еще одно вот там дети подрастают там бывает люди сходятся расходятся там женятся разводятся то есть мы хочу одним словом вопрос недвижки там не зато можно не покупать не продавать там квартиру в родном городе там переехать там какой-то больше более большой город взять естественно хочется это взять не в кредит не в ипотеку а в кэш в наличку одно сейчас ну то есть мы сейчас пока берем идем путем обычного человека значит что будет дальше то есть первоначальный взнос 50 процентов вот вы не положь там от 4 до 10 миллионов у кого есть там поднимите руку в чате мне потом но я сейчас не вижу скажешь сколько там плюсиков накопилось у кого здесь четыре десять миллионов но чтобы пойти сразу залимонить квартирку а дальше ставка 23 с половиной процента дальше дальше вам покажу очень страшные цифры на длительная дистанция в этом просто охренеете дальше вам нужен подтвержденный доход от 100 до 250 тысяч рублей причем то есть это при условии что если у вас нет кредитной нагрузки никакой на данный момент если вы никому ничего не должны на квартиру в москве за 20 миллионов вам нужно будет подтвержденный доход 250 тысяч рублей в белочку как говорится вот и вас ждет ежемесячный взнос от 80 до 200 тысяч рублей сразу вспоминаем тот слайд я вам рассказывал кто такие у нас состоятельные идет 10 процентов которые зарабатывают от 100 тысяч рублей 10 процентов всего населения активного зарабатывает от 100 тысяч а тут у нас минималочка 80 это только взнос по ипотеке а еще надо семью кормить одеваться там обываться зубы лечить там в путешествие ездить сейчас надо задать вопрос в чат кто слезу проронил да у кого там уже скупая слеза но это сейчас вам провожу штуку которая называется тоже это выход из финансовой иллюзии 2 вот то есть представьте что вот 80 200 200 тысяч месяц надо платить 800-2000 долларов в месяц и вам надо еще жить кормить детей там лечить зубы там сейчас столкнулся вообще со стоматологами встречаться очень дорого вот как бы вот недавно тут меня запытали тут 7 зубов я тут чуть чуть не охренел конечно и от ощущений и отсчета который был выкачан и когда вам надо будет раньше или улыбка на миллион сейчас эта улыбка стоит 2 миллиона просто душечку готовьте то есть если вы давно уже туда не ходили к склапам 2 миллиона на постройку 2 миллиона рублей на постройку кораблей с языком по своим губам по своим зубам пройтись вот и примерно представить масштабы бедствия сколько стоит зайти ну так чтобы сделать там ну по-нормальному это ладно как бы это это я вас оставлю сейчас поюшу сейчас это громкий мотоциклист проед ресторанный бизнес работает слышно за три километра службу доставки вот поэтому примерно прикидывайте сможете ли вы если сейчас из того бюджета который у вас есть вот например решили вы приобрести квартирку даже в ипотеку и допустим вам вам тетя там дала в банке значит ипотеку вот и вы ее взяли и у вас тут вот 80 200 ну пускай будет там 150 там все посреди там 150 тысяч рублей в месяц платеж по ипотеке 1400 долларов помимо этого и все потянет ли вы и возможно вам еще даже придется еще занимать для того чтобы платить взросы по ипотеке а еще надо есть одеваться лечиться затраты на детей на путешествия потому что если вы отдыхать не выйдете вы потом пойдете застрелить вот единственное банк кстати может если удастся вам выставить это как несчастный случай страховку покроет страховая компания то есть но в этом случае кто-то должен умеет вообще платно конечно готовы ли вы принести такие жертвы давай дальше ну и тут у нас уже ипотечный калькулятор как раз это у нас проекция квартира в новосибирске в новостройке это я на дом клики по-моему ли я там смотрел на полно дом кликина сюда ипотека сбербанка вот у нас на 8 миллионов рублей первоначальный взнос 4 миллиона на 30 на 30 лет вот у нас получается взнос ежемесячный платеж но почти 80 тысяч рублей сумма кредита 4 миллиона вот и необходимый доход подтвержденный соточка нужно это как бы это если мы стартуем с региона как говорится и причем эти сволочи значит они не пишут нигде какая переплата то есть они что они вам почитай сколько взнос так далее переплату они не показывают и мне пришлось эту переплату смотреть уже на другом калькуляторе давай следующий слайд и вот нашел я ипотечный калькулятор сбил эти 8 миллионов 4 миллиона кредит на 20 лет процентная ставка 23 с половиной процентов аннуитетный платеж и давай рассчитаем вот перед вами график платежей значит получается значит ваш план кинжал значит в сентябре 2044 года вы внесете свой последний платеж сумма выплаченных процентов почти 15 миллионов рублей это вы заметьте вы 4 брали отдаете 15 вот плюс возврат тела и того как бы вы отдаете 19 миллионов рублей или 190 тысяч долларов вот и собственно из-за этого на калькуляторе посчитайте сколько вам будет лет в сорок четвертом году сейчас 20 . ну то есть ты какого года выпуска восемь второго а восемь второго вот искали дети сколько полных лет 42 62 это хата полностью твоя все живи короче жизнь полная чаша и ни в чем себе не отказывай причем короче отстегиваешь да еще работа что ты за сто за сто пятьдесят в месяц короче ну там возможно вторая работа нарисоваться может возможно в бизнес пойдешь там рискнешь возможно возьмешь квартиру в ипотеку и сдавать будешь и сам у мамы будет жизнь вместе с семьей ну понятно что ты коммерс у нас как бы это но есть люди которые мы иногда думаем что все живут так же как мы а там из этом там грусть печаль как бы печали в моих глазах вот собственно и причем заметьте смотри что такое аннуитетный платеж вот первый месяц войти платеж по основному долгу ваш составит всего лишь 752 рубля вот как бы а платеж по процентам составит 78 тысяч рублей и постепенно концу кредит это все будет меняться местами то есть когда вы доплатить такой кредит до середины то есть даже даже если вы решите ну как-то очень много поработать и закрыть его за 10 лет а не за 20 то две трети процентов вы уже выплатите то есть вот из этих 15 миллионов вы уже есть отдадите у вас будет конечно ощущение что вы закрыли ипотеку в два раза быстрее вот но по факту две трети процентов вы уже заплатить поэтому аннуитетные володя югов сейчас буду поэтому по этому как бы у вас могут быть ощущения что вы отдали кредит как бы в два раза быстрее но вас банк поимеет вообще аннуитетные платежи это вообще-то просто великая придумка банкиров просто как бы взять проценты вперед то есть вообще это просто сейчас вообще сейчас удифференцированную платежу когда ты платишь по факту и застатка долга сейчас таких кредитов вообще нет просто нет давай идем дальше летаем и так на 30 лет расчетик подъехал еще и причем напоминаю это мы сейчас считали квартиру в новосибирске это в регионе это еще небольшие города берем тот же новосибирск 4 миллиона сумма кредита 8 миллионов стоит квартира первоначальный взнос 50 процентов 23 с половиной годовых аннуитетный платеж давай следующий слайд сейчас вам станет страшно вот у нас график платежа переплата составляет 24 миллиона рублей 240 тысяч долларов как бы это только переплата плюс основной долг и того вы отдадите 28 миллионов рублей либо 280 тысяч долларов за 30 лет лишь 42 годам прибавляет 30 72 ты будешь перец со своей квартирой сейчас говорят смертную казнь ипотекой заменили значит смотрим дальше значит что у нас у нас вообще основной долг у нас первый месяц 72 рубля мы заплатим 74 на следующем 75 ну короче говоря даже если вот вы взяли вот на такой кредит на мазать если вы даже будете хотя бы по 10 тысяч рублей в месяц вот еще дополнительно просто закрытие в тело основного долга за срочное погашение там переплата очень сильно сократится но многих просто нет денег столько платить они им хотя бы взнос заплатить я уже молчу про то чтобы как-то превысить ну и то есть вот вам пожалуйста значит и того вы берете у банка 4 миллиона отдаете суммарно 28 вы только вдумайтесь это в шесть с половиной раз ипотеку можно внукам по наследству передавать да 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 кстати как бизнес на как хировый бизнес можно передать ипотеку по наследству я хотятам смерть заемщика же там еще есть там проще ну короче будете вступать наследство все на кого с вас возьмут ладно идем дальше давай следующий слайд ну вот его собственно 30 лет вашей жизни при доходе вот таком-то 78 400 и даже если вам дадут ипотеку вы заплатите за нее 30 годами вашей жизни и причем заметьте это просто пещера это просто четыре стены там где ваши дети там ваша жена там или ваш муж могут жарить картошку там спать как бы размажаться даже возможно кто-то решит взять себе бизнесом эти материнский капитал как вариант сейчас уже даже за первого дают потихонечку можно перекрываться вот идем дальше итак значит проект проект квартира в москве значит новостройки стоимость объекта 20 миллионов у нас есть уже 10 10 мы берем у банка 30 лет у нас кредит необходимый доход подтвержденные грубо там 250 тысяч рублей то есть две с половиной тысячи долларов ежемесячный платеж почти 200 тысяч рублей то есть две тысячи долларов причем ставка заметится диапазон ставки от 23 половиной до 30 одного с половиной процента это счета просто это как потреб короче это просто взять и проще купить себе чем застрелиться дешевле обойдется это точно давай следующий слайд естественно переплата сейчас я вам покажу какая переплата будет а так это за двадцать лет следующий следующий слайд это у нас 20 это 20 да а ну давай давай сразу двадцать покажем 20 у нас будет переплата вот такая да то есть если мы берем 10 миллионов у банка мы отдадим 47 миллионов рублей или четыреста семьдесят тысяч долларов переплата нас ставит 37 миллионов рублей за 20 лет просто сейчас просто вдумайтесь возьмите короче разделите сейчас 30 ну вот 47 миллионов разделите сейчас на свой месячный доход и посчитайте сколько сотен лет вам нужно жить для того чтобы вот это вот вот это вот для вас стала реальность идем дальше соответственно 30 лет вот так вот как бы 30 лет тут вообще можно просто вешаться и то есть вы берете 10 миллионов всего отдаете 70 один семи но это просто там не знаю это не на раздвоенном сучке надо это я не знаю какой сумасшедший может взять это и есть можно такое как только если вы помните это надо видеть это надо видеть посмотреть вот это там до 2,2 там не знаю по может есть сколько посчитать об объездаема то есть когда там нет в кэш взять но посчитывание такая тема именно пометь пользоваться и в плане и как на бизнес берешь и на недвижку по-разному кому стало страшно кому страшно напишите по шкале от одного до десяти вообще как вам информация и в каком месте у вас там сейчас заколосились волосы от этой информации пока это только на ипотеку 200 тысяч это только на ипотеку и сейчас еще представьте примерно свой еще месячный бюджет какой доход помада иметь для того чтобы позволить себе это идем дальше сейчас будет мой любимый слайд а сейчас я вам начну продавать вот именно по этой схеме чтобы у нас шла презентация москве в оффлайне правда и как раз вот эту фразу продавать по слабонервным просьбам покинуть зал а теперь собственно что мы можем что мы можем как бы дать в баланс вот этой всей истории потому что на самом деле история очень печально простой смертные то есть вот эти вот даже те кто входит в 10 процентов этих самых обеспеченных соткой дохода вы помните там я говорил что у них в среднем в среднем у тех вот этих десяти процентов у них доход 227 тысяч рублей 2000 2300 долларов это в среднем понимаете что там есть те кто зарабатывает у и лярды а есть кто зарабатывает 100 тысяч рублей но в среднем 227 и даже если вы входите в эти сливки общества и зарабатываете там где-то даже посередине там где-то там вот эти 227 это это только на ипотеку ну просто банк не даст просто банк смотрит что у вас кредитная нагрузка была не больше половины от ваших обязательных платежей по каждому ребенку считая сколько там нельзя видимо закрою запрет на копирование потому что как вам идея купить квартиру всего за год имея всего 20 процентов от ее цены это мне подходит просто вдумайтесь вот как рекламный офер да есть есть инструмент как можно купить квартиру неважно за сколько там за 10 миллионов там за 20 там за 5 пусть это вы это может быть машина быть там за 3 миллиона то есть ну грубо говоря это принципе вот на месте вот этого слова квартира может быть что угодно там не за этом поездка в таиланд на всю семью за 20 процентов ее стоимость купить там машину там не знаю там за 50 тысяч долларов за 10 тысяч долларов то есть как бы надо просто нужен год нужен год и вот эти 20 процентов ее стоимость и это все реально давай следующий слайд причем эта покупка будет без ипотеки без кредита за наличный за год и причем заметьте не зарабатывая на это на это все своим горбом и ничего не продавая дальше у меня нет предложения пойти как бы и повдробовать в позе сломанной березки научиться продажам пойти как бы взять баночки там какие-то начать продавать вещи там я не знаю там закупить что нибудь где-нибудь потом пойти продать давай следующий слайд для того чтобы вам купить квартиру проекта новосибирск за 8 миллионов вам нужно на старте всего миллион шестьсот и эта квартира ваша через год нужно всего 4 миллиона как бы по проекту квартира в москве нужно всего 4 миллиона рублей как бы проект квартира в москве за 20 миллионов как бы она ваша через год люди сейчас вот только подошло то время когда первые вообще ипотека появилась в 2004 году сейчас 24 сейчас только подошла первая была тех кто рассчитался тогда эти кто тогда брали тех кто сейчас полностью рассчитались 20 лет и поэтому и в принципе свое жилье имеют там тоже найти статистику мне просто интересно сколько людей от активного населения нашей необъятной родины или вашей необъятной родины имеет собственности жилье хотя бы комнату я уже молчу там по квартиру и принципе бывает неплохим стартом даже для ваших детей это может быть и комнаты однокомнатная там каком-то городе причем там уже стоит там 20 30 50 тысяч долларов и принципе можно с миллиончик рублей начать с 500 тысяч начать и принципе то есть причем за год имеет 20 процентов стоимость давай следующий слайд предполагаю ваши охи вздохи что были были когда-то были сейчас этих денег нет где взять эти вот 1 и 6 4 миллиона рублей если у вас их нет тогда вам нужно будет просто два года а не год и начинаем в этом случае значит проект новосибирск у нас за 8 миллионов мы можем начать двадцать тысяч рублей и восемьсот тысяч рублей нам потребуется на проект квартира в москве за 20 миллионов да но денег нет как бы знаете любое любые любое отсутствие ресурсов оно компенсируется временем мелкой моторикой там и так далее причем сейчас я вам говорю про про путь именно просто инвестора то есть путь человека который запускает параллельный сценарий то есть вам не надо осваивать новую профессию вам не нужно идти там куда-то там в новое место более высокооплачиваем этом или вам не надо искать вторую работу вы как всегда говорю что вы можете творить уже дичь которые вы творили до этого просто если у вас там 45 и там 50 55 это бы ну нет вот этой пещеры даже своей своей которая ваша сейчас пока минутку посмотрю что у меня там где вы хотите значит вы же выжили неправильно то есть такой сценарий где вы молодые богатые счастливые и здоровы вот но видимо вышли не по этому и даже вот обладая даже таким стартовым капиталом когда у человека есть цель как бы он как бы он и исследует и в принципе особенно предприниматели если бы денег надо найти и поэтому это принципе это это пошла если просто если не этот вариант то какой с ипотека не ваш вариант если это не ваш вариант можно идти сразу стреляться потому что в принципе ну как бы я не знаю на что вы рассчитываете здесь причем еще это я сейчас говорю про параллельный сценарий вы живете качеством той жизни которую вы и жили ранее вам нужно просто создать вот этот стартовый капитал и причем за вас его создавать никто не будет не прилетит волшебник не ударишь вас не ударит вас по голове волшебной палочкой если вы хотите чтобы на вас работали деньги вам придется капитал создавать либо доставать его откуда-то либо что-то продавать либо откладывать понемногу из этого из этого немного сделать много 12 эти время двенадцать десять один два года дисциплины и немного денег ради достижения вашей большой амбициозной цели большая амбициозная цель называется бац но я думаю что своя собственная квартира там либо еще одна собственно своя квартира либо квартира для детей это ваша бац большая амбициозная цель ради которой стоит изучить новый инструмент стоит с ним разобраться просто наверное единственное возражение которое у вас сейчас голове возникло а как я могу быть уверен в том что это просуществует год-два это наверно одинокий полостой комяк который скребет у вас периодически вот когда вы сможете на эти цифры все классно но что-то короче ванилькой как-то присыпали тут все замечательно и так далее как бы но все все как-то очень радужно а мы вам и привыкли как-то тяжело добывать ресурсы достигать чего-то здесь сейчас у меня не цель этой презентации вас сейчас там в чем-то убеждать или разубеждать тем более сейчас здесь у нас сейчас больше тех кто уже в сообществе есть поэтому я не буду сейчас там ходить по возражениям и так далее но возможно какие-то закрою чуть позже давай следующий слайд итак есть инструмент пассивного дохода дающий в среднем 36 процентов в неделю или 14 46 месяц или сто семьдесят три пятьдесят два годовых причем я взял статистику спорта на счет не буду забирать вперед что я еще иду как бы по презентации окей то я уже проверила все работают конечно страшно обстановка еще нагнетается или можно всего год применить магию сложного процента и это может умножить ваш капитал в x5 формула по которой можно купить квартиру за 20 процентов стоимости купить машину за 20 процентов стоимости накопить какую-то сумму имея всего лишь 20 процентов от той которую вы хотите накопить следующий слайд и собственно вот калькулятор сложных процентов мы видим здесь у нас в году я выбиваю это у нас по проекту миллион шестьсот это у нас проект новосибирск и нам нужно вы за 8 миллионов купить квартиру в году у нас пятьдесят две недели доходность 36 процентов в неделю я взял статистику прям с нового года это это средний процент на третьем уровне это просто человек который просто принес денег не делал ни четвертые уровни ничего больше своего не добавлял то есть просто вот пришел положил там сумму и мы погнали считать так вот и собственно причем вам хватит если вы там прям очень сильно консервативные и там два года вы там как-то ждать не особо готовы не хотите рисковать вы можете вывести из под риска быть и финансы и собственно то есть у вас там и у вас там еще миллион шестьсот как бы у вас будет свой или из под риска и там тысяч на четыреста вы можете это отметить что вы что вы прошли экватор если вам осталось еще год до вашей цели большой до вашей большой амбициозной цели следующий слайд давай причем кстати концу года концу года вернись пожалуйста еще на наш слайд ведущий причем когда вы припадете по этому сценарию то есть у вас что то есть вас через год вот видите доход в неделю будет составлять примерно 362 тысячи рублей 3600 долларов в неделю доход больше миллиона рублей в месяц и еще вопрос а захотите ли вы покупать эту пещеру вот если у вас уже в принципе есть доход миллион десять тысяч долларов миллион четыреста рублей просто представьте что для вас сейчас является нормой и когда вот эта норма поднимется вольное количество раз и какие возможности перед вами открываются но тем не менее у нас этот план заработать как бы на квартиру либо саккумулировать большую сумму следующий слайд я хочу сразу три миллиона в месяц здесь у нас уже получит так лёш я не вижу какая сумма у нас 20 в 25 миллионов рублей из которой нужно вообще было 20 то есть получается мы также вытаскиваем свои деньги на уходе там и отметить там и на ну короче нам тут на все хватит ваш доход в неделю будет составлять 900 в неделю господа и дамы 900 тысяч рублей это 2 миллиона 800 в месяц 2 и 8 почти 30 тысяч долларов да просто я не знаю когда когда я когда я ставил свои цели год назад вот уже я в проекте получился скоро уже 11 месяцев ребят я уже свой год отсидел почти я уже как бы я уже отмотал уже почти год и в принципе он он прошел очень быстро очень быстро и на данный момент причем то есть у меня и копится капитал и мои расходы в месяц не меньше миллиона рублей не меньше десятки баксов на двоих мы катаемся по городам сегодня прилетели в сочи здесь планируем пару недель провести больше ехали не потому что нужно было приехать а просто хочется менять картинки за окном вот сегодня с этим буду делать надо поговорить надо обсудить как бы какие обязанности в семье будут лежать прекрасная девочка ты знаешь что это наша семья это такой эксплуататорская такая эксплуатационный такой кластер и тебя имеют бесплатно много где на каких рубежах поэтому слушай а ты знаешь что я же продвинутый пользователь управления человеческим ресурсом не продолжай я сам я уже на шестом уровне я уже взрослым можно я сразу сожру этого туриста да хочешь с какашками есть какашками да это анекдот поехали дальше если то есть если у нас как бы денег нет или есть на очень очень мало в этом случае первый год мы деньги аккумулируем следующий вот и соответственно как бы уже второй год вот как раз аккумулирование денег да вот берем этот проект новосибирск у нас 320 тысяч рублей 3200 долларов вся две недели расчет получается через год у нас 2 миллиона вытаскивается и миллион шестьсот как бы значит на точнее 320 да то есть у нас получается 400000 сверху мы либо вытаскиваем либо ускоряемся меньше времени нам потребуется все и получается мы уже прошли первый экватор вот первую сумму мы саккумулировали значит доход даже при даже начаться даже с такой цифры доход в неделю концу года будет составлять сколько у нас там 70 72 тысяч рублей это получается грубо там 208 285 тысяч рублей 2800 долларов в месяц вы сразу же влетаете через год просто в элиту короче на пространстве снг под доходом подводить 10 процентов которые уже как типа ну уже типа перцы вот но по мнению растата и давай следующий слайд и проект москва или там любой другой город который вы туда себе подставить 800 тысяч рублей все правильно это у нас проект москва это мы аккумулируем 4 миллиона вот получается что концу периода на доход будет составлять 180 тысяч рублей в неделю или 1800 долларов в неделю и соответственно сколько-то 47 600 ну грубо там 760 тысяч рублей в месяц будет составлять ваш доход к тому моменту как вы только накопите ваш этот первоначальный взнос как говорится с которого мы стартуем еще на год аккумулировать 20 миллионов в принципе вы можете конечно сойти с этой дистанции в любой момент вы можете через год например выдернуть как бы то что то что вы вложили изначально причем это могут быть это могут быть ваши ресурсы это вот может быть ваши совместные с кем-то ресурсы это могут быть заемные ресурсы мне кажется при таком доходе в месяц в принципе это не нужно можно купить палатку да и короче палатка типа зима познакомиться с тем кто уже идет по такому сценарию и все-таки хочет квартиру вы с квартирой он с деньгами поэтому девочки любите мальчиков мальчики любите девочек короче говоря те кто безлошадные объединяйтесь плодитесь и размножайтесь короче только не по своим структурам в параллельке можно лазить по своим лучше не надо а то ну его нафиг так идем дальше давай следующий слайд по этому сценарию то есть у вас 5 миллионов откуда вы 800 тысяч аплодисменты и куда деньги сдавать вот ну и собственно там есть аплодисменты я просто так слепы вы сейчас опираетесь на тот месяц либо в котором вы сейчас находитесь вот здесь и сейчас либо вы зашли там летом кабанов когда рынок был мягко говоря дохлый но лично я как бы я взял нельзя в инвестициях брать цифры которые там были там с этим мы сможем сказать давайте посчитаем доходность зиона на основе вчерашнего дня так там 0 3 процента принесли аль ты там давайте умножим на счет на 30 дней у нас получается там там девять процентов 9 процентов в месяц это там ну короче вот так ну давайте за полдня давайте за час посчитаем можно может попасть сейчас который вообще в которой вообще прибыли не было а были одни убыточные поэтому в любом случае любые инвестиции еще мы сейчас говорим про год-два поэтому если смотреть как бы статистику высоте себя такая штука вы надо брать исторический промежуток времени вот для инвестиций это вполне норм и я увидел те времена в зионе причем это сейчас нет зиона зависит доходность надо зависит от того откуда мы берем деньги с рынка вот и там все циклично там есть жирные года как вы жирные месяца есть нежирные там есть люди в отпусках там есть выходные да то есть поэтому но знаете если вы откроете магазин свой у вас не каждый день будет выручка такую как вы хотите или у вас не каждый день будет выручка такая как выходные поэтому я взял статистику по третьему уровню начиная начиная с декабря месяца 23 года и даже при том что она как бы снижалась еще раз это не потому что наш алгоритм там как-то плохо работали просто робот делал меньше сделать потому что для того чтобы заработать на бирже цена должна ходить если цена не ходит если нет объемов а мне начали пришли там не знаю там рыбу ловить рыбы там нет просто лужа она просто после дождя не знаю там все осталось на чем вы там не ловили вот три робота вы там запустите вы но вы оттуда не возьмете то что вы хотите взять поэтому я взял среднюю температуру по больнице причем заметьте это для пассивного инвестора если вам все-таки для вас это большая амбициозная цель и вы готовы там когда пятой точкой пошевелить просто запланируйте себе выход на шестой уровень там на 5 на 4 хотя бы там ходу и конец там ничего делать не надо особо там еще там не вопрос я говорю как человек это у которого полмиллиона долларов на первой линии за 10 месяцев я не могу сказать что я плохал да у меня есть там определенные скиллы для того чтобы получалось так у меня нужно потратить 29 лет индустрии и плюс час времени для того чтобы с такой эффективностью это делать но даже если вы сейчас станете на этот путь с вашими с вашими наставниками проведите встречку поднимите там новую роскошную пятую точку и пойдете что-то сделаете сейчас я вам сейчас как дал систему знаете система ракушки такой знаете которая лежит на дне и воду фильтрует через себя я вам даже разрешил творить любую дичь которой вы занимались до этого понимаете кайфове как бы не бывает и поэтому этот этот расчет как бы он взят на основе исторических данных которые мы все сами лицезрели это есть в отчетах это есть на наших кошельках мне удалось свой капитал с 5000 долларов превратить 72 тысячи долларов ну реально мне надо расписывать 36 тысяч долларов на альтах и 36 долларов на биткоине 72 с пятерки я перед вами живой и примерно столько же на пассиве все по цифрам у меня все сходится я выводил я на нее жил то что я реинвестировал я реинвестировал вот я перед вами стою живой человек и как бы это делал у меня это было не по три процента понятно но я кое-что для этого сделал потому не хотите что-то делать ну в принципе ну ждите но если вы думка на маклауды можете жить вечно но посидите подождите два года аплодисментов получат все-все оценили сейчас я карточку скину да куда деньги сдавать вот в этом ребят дальше там шла уже стандартная презентация зеона вот поэтому собственно вот по этой презентации мы в москве проводили и кстати получится 8 ноября в сочи как бы я планирую провести ну может быть небольшое мероприятие там десятка там на три-четыре-пять людей мне хочется собрать зол и я приглашаю сюда как бы людей тех кто живут в близлежащих городах геленджик краснодар майкоп в том что еще рядом сочи сам непосредственно сочи ростов короче говоря давайте давайте сбиваться в кучу во-первых здесь тепло сегодня здесь было 20 градусов днем даже 22 по моему вот ну то есть москву мы уже там было шесть или семь чтобы было уже прохладненько вот как бы поэтому если рядом с вами проходит какое-то мероприятие чего бы и не да вот и просто живое общение ничто не заметит как бы и будет мероприятие то есть где будет и презентация полноценная мы с вами там и поучимся и можно бы попроводить какие-то встречи где-то неформально пообщаться и собственно эту практику мы уже ведем уже не первый месяц вот поэтому если вы конечно хотите скорожить там домашние диваны то не вопрос поэтому поверьте мне в таких встречах даже чем меньше народу тем больше кислорода есть возможность время пообщаться потому что когда будет наступит времена когда мы будем у нас будут собираться залы там 500 тысяч человек и может быть 5000 вот там уже не получится вот этой вот ламповая атмосфера и можно выйти там в курилочке постоять поговорить там задать свой вопрос там выйти там будете в очередь записываться и там будет согласно купленным билетом согласно рангов 10 9 я за социальное неравенство все мероприятия для партнеров я считаю что тот то что наработал тот ты должен то получить соответственно то есть будет у нас и мероприятие для разного уровня партнеров пока мы сейчас проводим все это все для всех одинаково то восьмые уровни что там первые то старые то есть это это все одно и то же мероприятие если у нас есть мероприятие отдельно для координационного совета вот и значит те кто живет в москве либо хочет прилететь приехать 7 15 16 17 ноября будет большой тренинг тренинг-нетворкинг там будет 800 человек вот туда уже высаживаемся с десантом уже больше тридцати человек что мы и поучимся и потремимся почему нам это все организуют вообще за очень смешные деньги просто вот классный тренинг я сам на нем был год назад если оттуда нашел двух клиентов на наставничество по 500 тысяч рублей как бы по пять тысяч долларов и кайфово провел время и с людьми с новыми познакомился очень классно прям и волшебного пинка получил под задком так что вообще начать хоть что-то делать просто эти бывает иногда состояние когда тебе надо что-то делать как бы ты понимаешь что надо но не хочет а когда нет вот этого полового задора как говорится то какой бы вам инструмент руки не дали вы будете лежать с ним обнимку на диване засыпать с ним просыпаться вот но вы не пойдете делать вот и все это и финалить это финалить мы будем 17 ноября это будет последний день тренинга мы там будем до серединки вот и потом мы уже будет наше мероприятие позиона из презентации или нет возможно это будет после учениях это можно и презентации принципе провести вот и все это делаем за финальный последний раз это у нас была автопати она была для членов координационного совета плюс один ключевой человек в этот раз мы на нас сделаем только для координационного совета потому что в прошлый раз нас было там 25 человек нас такая грядка сидела по-моему суммарно мы там по счету потратили что-то тысяч триста по моему помню- 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 я так вот суммарно суммарно прикинуть поэтому ну короче нормально мы там еще посидели душевно не помню там сколько чего в меня вошло как бы но наш наш угол там нормально зареялся как говорится вот поэтому и соседи свадьба рядом рыбала они ушли раньше нас по моему поэтому мы там успели пообщаться там и в этот день поучиться и у нас очень много людей получила награды то есть за достижение уровней вот поэтому давайте встречаться давайте общаться в любом случае там за вами бегать никто не будет взрослые люди мои взрослые мальчики взрослые девочки я думаю что вы уже как в своей жизни уже наделали там уже не по одному ребенку были ни в одном браке поэтому короче когда вы начинаете там ой боюсь боюсь там я же там новичок там а вот они старички какие новички посмотрите на что уже там уже в своей жизни уже на пор жили посмотрите уже на последствия на подрастающих детей которые скоро уже замуж там будет выходить и жениться уже столько уже накосорезили что но пора уже исправлять эти кармические ошибки если не вы то кто просто задать себе вопрос если не вы то кто вашей семье там ну просто будет ответственность за то чтобы как-то все-таки жизнь как-то начала налаживаться и чего вы как бы не с вас бы это движение началось так вариантов женя но у него семейный подряд там у него скоро будет партнеры 20 он там суммарно уже по-моему партнер 25 уровня понимаете вот поэтому ребят давайте на сегодня финале у нас уже половина половина девятого по москве значит принципе бы я когда икру от металл как говорится надеюсь я сейчас лишь выложи пожалуйста в общий чат эту презентацию если вам она вам нужна используйте для своих встреч используйте для может там проведите презентацию там для своих команд кто сегодня не пришел вот ну и либо как минимум перешите запись спасибо что ты сидел выстрел модератором я поняла что тебе сегодня не удалось особо вставиться ну блин сорян надо было уже выполнять что обещал на самом деле не шаг я буду я буду к вам прийти сам и я был прийти к вам самых страшных снах здесь на самом деле чувствуется профессионализм лидера и за таким лидером хочется идти спасибо большое привет вам привет вам и сочи я на связи звоните пишите скидывайте деньги замечательно отлично ну значит значит концерт ведь это кто-то стоит там причит на гитарке им там по 100 рублей кидают раз десять минут я вижу могу концерта давать как бы выходить как это какой вам приезду сегодня прочитать давай вот через недвижимость ну давай а давай там про остров ну давай про остров поэтому он играет на похоронах и танцам все давайте расходиться всем бодрого вечера отличного настроения лёша спасибо всем пока пока включаю ребят